сейчас несколько слов все равно наша тема вот мой сайт вот он есть двое железов вот он и галматовый санч вот его телефон во первых я выражаю огромную благодарность всем кто поддержал трудную минуту на пенсию сами знаете что такое пенсию это даже на похороны не хватает это горькая правда итак лак мастика вот мы ему собрали денег сколько могли собрали 20 тысяч ну несколько человек ему напрямую выслали деньги вдруг я получаю посылку 6 вот таких пузырьков это много дело в том что я бы даже сказал я себя знал бы сказал не высылай валера почему я сейчас вам объясню свое понятие это очень важно дэнсан когда-то учебники на действие слова слов это напишешь да не все сейчас так думают а вернее никто сейчас так не думать твою точку зрения я не знаю ты уже сказала что сдирать глупо и бессмысленно сдирать эти же самые грибы тема очень близко и так существует три вида два но почти три вида заболеваний дерева подчеркиваю любая травма сопровождается заболеванием дерева все остальное потом потом паршар потом тра и прочее прочее вот только потому что дерево искалечено все раны я железо делю на принципе на 2 раны искусственные сделаны часть часто по необходимости как я делаю так хочется я показывал черенки они же отрезаны раз и раны сделаны по необходимости еще вспоминаем формируем как ровный вот потом идет это самое отрезка сухих веток ладно потом идет значит обрезка на омоложение и кроме этого на это все если сумму собрать это три процента нет один процент а 99 процентов это раны подростей то есть сколько я вам показывал я вам показал сотни фильмов где лечат деревья которые перед этим сами искалечили так вот я заявляю еще раз я патолога на то медицина на планете железа заявляю что ни одна искусственная рана сделана режущим инструментом не заживает никогда ни одна из миллиардов хотя нам доказывают что они могут прекрасно зажить некоторые так даже доходит до того что вот вы тут ломашки и через два месяца раны не будет ни одна рана на всей планете а их режут миллиарды не зажило и зажить не может это искусственная рана есть раны естественные они деревья справляются как правило без нас я тоже показал месяц подборки сотни сотни фотографий вот появляется страшная морозобойна дерево продолжает жить дерево обходит эту морозобойну потом она шелушится отпадает старая караб вот и встан ничего нет то есть если ее потом распилить хотя перед принципе ну можно даже пожертвовать чтобы вся страна увидела что рана заживает естественная полость и без нашего участия два варианта третий вариант для чего нужен александрович один из наших этих самых выдающихся садоводов вот про него практически ничего не знаете почему если железово не знает который сделал с братом и друзьями 4 по 7 тыс фильмов ты не знаю откуда же они будут знать алматова вот который до последнего времени не имел ни этого ни интернета ничего хотя он все равно самородок и этот выдающийся садовод так вот вот алматов значит делает лак мастику так я зимой только лак мастикой торцы отрезанных веток покрывал больше ничего но ко мне стекается информация он уже много лет занимается распространением лак пластики есть секрет он его поделился внуком вот и хотя сам тяжелейшим положением но процесс продолжается вот сейчас услышали я не просил человека звонить он позвонил сказал константинович я заплатил ко мне обещал прислать алматова лак пластику а мне он прислал подарок 6 таких пузырьков сейчас я скажу во первых для чего нужно если я железово говорю что я не пользуюсь есть еще и понятие такое принципиальность если мой сад которая называю селекционным что такое селекционный сад вот я не раз друзья видел что читал книги книги там кандидат на докторную кандидат и в основном они практики то есть как правило это даже не вот эти высоколупые а просто люди которые по сет сахи то есть как правило это работа или на саду знает этих вам здесь фамилии сходу назовет это работники или руководители гсу средний звено и то что я видел то что я знаю то что у них книгах это скорая из увечья в дерево а потом будем его испытывать выживет и вот зачем увечить вот когда я считаю так это то его увечит считают что она загущенного лишние ветка внизу не нужны их надо отрезать раны 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 вот это на их совести но я считаю так что настоящая селекция ты там прекрасно меня знаешь много лет так вот на связь селекция это когда посадил и не подошел ни разу даже не полил если появилась ряня и опрыскал ведь не каждое дерево для этой мечте годится для этой почвы для этого солнца вот растет себе растет выживет годится не выживет ну и черт с ним вот так оно должно быть а что тогда получается зачем уже лак мастика если железо не это не не лечит а еще северо-запад а есть приморье и там это же рано начинает разъедать кто один из врагов правильно зим вспомним только сейчас мы спорили говорили про среднюю полосу метровый снег ну не везде метровый но есть и метровый и вот тут вся стран находится под уровнем снега мало того что они могут быть изувечены штампы но даже если человек не увечил но это не гарантирует что не будет трещин что не будет этих же самых солнечных ожогов будет все деревья с юга все деревья мигранты все до последнего вы можете найти в тайге там терн дикий пожалуйста дикую грушу дикую яблоню вот с таким яблочками все больше ничего остальное все с юга это значит что на них обязательно поняли чего подъезжу обязательно будут раны но естественные раны и если я я не захвастаюсь 40 лет там в этом самому мажорскому патриарху 40 40 40 вот тогда получается что можно обходиться без а в метр снега а раны извините даже если чек не подходил что порог или секатором или с это с пилой но тем не менее раны будут и вот метр снега что будет и тогда снег является не защитником под которым все прекрасно морозы зимой дерево вот и морозов то не будет а влага дерево начинает гнить догадались зачем нужен долгат высказался теперь я решил так мне 6 пузырьков много я устраиваю акцию аукцион я не если это самое не собираюсь ни у кого не уговаривать я просто говорю кто из вас желает кто все равно ближайшая неделю два-три-четыре человека закажут или косточки или черенки или той-другой месяц взят а вот это вот не они дешево будет еще раз это специальная акция деньги загадать кому достанутся до копеечки догадались такой я назначаю цены тысячи рублей кто будет заказывать напишет еще тысячи лет добавляет еще сделал заказ на 1000 рублей на 2 на кости начинки и чек пишет я добавляю тысячу и получает вот это вот сама от еще уходит автоматом когда валили саныча почему она мне много лет пролежит я объясняю в этом принципе там не такой нужнейшая вещь на нем не высказался но теперь друзья пойдемте общаться не сюда были попал вот сюда наверно да сюда так здравствуйте друзья здравствуйте весна идиот антон это у вас там снегу по пояс это вы ничего не напутал если спутал извините час или два шли пешком бросил машину настоящий подвижник еще один ломоносов это антон колесиков венса на ломоносов не только вы и вот еще один это такой товарищ фанатик их нам всех до кучи собрать бы их собрать бы вы бы взяли бы и темиранскую академию вот имя мичуринскую если вашего это красноярскую но про красноярскую молчу так нельзя сергей садовская область весна идет реки же в солнышко брат кострома всем добрый вечер ильдар артемовск добрый вечер бухтияров привет с казахстана валерия добрый вечер речикин и добрый вечер петрунин добрый вечер жималдина николай ты все не звонил только зачем по моему не успели поговорить уж извини как раз начинался вебинар семён доброго времени вы и вот николай тебя вот это не меня и я же там шашка махать буду тебя бы перед академиками дать выступить сколько пони нового сдали я когда смотрел запись твоих этих и мне понравился николай вот сидят в зале простые люди они пишут или записывали просто слушатели дремлет и тут видим это достал их они сидит несколько чек с администрации но ведь так президент какие у них будет тоскливые лица это надо было видеть как ты их достал своим этим своей лекцией вот это надо было видеть мне даже жалко стало вашего этих ваших как их называют администратор так семён алтай добрый ремень суток федосеева здравия хужумова добрый вечер сергей вяжли а мы знакомы сергей меня память плохая но по моему фамилии не слышал вот ну тогда нашу полку прибыло дубровина татарстан приветствует борис соловьев добра света основа вождя ну-ка или все-то или отсюда спутал ну-ка ну-ка так это второй раз вождя вы как здесь поделитесь вашу телеграм-каналом и номером ватсап группы брат выручая сам не знаю брат железа выручая может быть здесь когда мы постепенно дойдем до низу вот до туда вот сюда пока дойдем вот подскажешь а не сам кто-то меня туда внедрил телеграм вот ну вот сам группу тоже и как-то без меня туда все попадают ну что сделать ну дурак дураком я даже не скрываю этого чего вы меня слушаете если я сам ничего не понимаю так кроме садоводства лобасов добрый вечер гречихина а про ватсап да вот пожалуйста но дело в том что ему не это надо ему надо как попасть в группу дальше там же есть группа садоводства по железу помогите друзья попасть туда сергею так чат ватсап а семена алтай село вот это вот в общем вот сюда нажимайте и вы там будете ищите и обречите все винограды в дрове так юлия солнцкая корзинки еще плетет а кстати юлия солнцкая вот видите вот он июлю знает думайте каждый раз юлию знать юлечка матвеева моя духовная дочка вторая и последняя студентка которая набралась наглости уговорила руководство университета и приехала ко мне на практику и когда она закончила практику есть фотографии там несколько десятков настоящая учеба получилась настоящий профессионал вот разносторонний человек тогда она была студенткой с гордостью подписал и что она прошла практику железо приняло институтское начальство эту значит еще не все потеряно так теперь про корзинки спросите у нее как до нее добраться может и за меня подскажут в крайнем случае смотрите у меня нет данные где-то у моего мамы у меня эти данные есть наталья матвеева но если чё завтра вы мне напишите чтобы я хоть телефон поискал или или чё где-то что-то у меня есть так тимур карбасника всем привет карелия сегодня на юге плюс 16 центральной части груза на севере у меня видеть снегопад вы плашу слой желтого села только желтого слить снега не хватало опять экология это чё у вас в среднем тепле чем у меня вот эти перепады хуже нет данил абакан вчера закончил прививку 70 что я еще некогда чинал я пишу жду вот я все за черту только делать прививку и бах минусовая температура я решил маленько подождать все-таки 1 числа апреля пока еще терпит и так 70 штук прилетать будет виден сейчас позже когда почки тронутся в рост я всегда говорю данила и всем яйцам 2 корзины 3 корзины можно было 20 сейчас через три дня еще 20 через пять дней еще 20 и так далее вот так вот так и на дубровина сегодня откопал абрикос нижняя ветка отломана кустарники еще не виднеются это где столько снега то еще будет поломано это факт такое количество снега не видел ни разу вот я там и говорю что не готовы мы к этим перепадам не готовы поэтому все по-новому ни одного приема из этого самого ни одного приема из газет из книг из журналов я как вспомню этот обозу это же такая наивность человек который прошел огни и воды который авторитет ничего этот самый руководитель директор этого завода и так прокололся так поверить этому и получил эти дерьмовые саженцы взять их своими руками калечит 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 если вы тут книга по которой он извечил весь сад и я я никогда не скажу автора этого и когда есть такое понятие этика кто-то же про мои книги скажет то же самое да вот смотрите или уже не показывать думаете у меня их на расход не идут сейчас вот надо про книги проехали так на алтае стоят сугробы помех до сих пор по метру ё-моё все что можно нельзя залита водой вот пожалуйста все что на холмах более-менее остальное мокнет а ведь когда-то же меня за эти холмы с дерьмом мешали я не преувеличиваю ребята с дерьмом я здесь с вами с теми кто вас понимает вот 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 спасибо мне без вас так тоскливо вы у нас знаете кто вот не обижайтесь вы у нас свадебный генерал если сам реплик присутствует значит чего-то я стою вот так вот так здорово вас обозвал иван ну на самом деле вы не свадебный вы настоящий генерал среди садоводов иван мо добрый ну и я но разболтался сейчас пошлете меня куда-нибудь иван мо добрый к дерьмом на связи снег сходит дождик капает соловьёв тверь у вас появилась кнопка заказать семена а как по поводу черенков черенков где-то кнопка ребята заказывать семена может это утроценка заказать семена или это у этого самого антона антона сафронова заказать семена на кнопка это или брат мой чего-то чего-то придумал такое а вы сделаете просим раз вас интересуется антон по ватсапу в экзотенции пришлите каталки я пришел свежий катал там будет то чего не было несколько дней назад помните супер серафим как я не хотел его резать я всю зиму ходил вокруг него ну и доходился 15 черенков срезал не хватает денег чтобы обеспечить всех кого-то если бы узнали что такое наша медицина вот как до этого дошло дикий грабеж дичайший вот больницу ложат все с собой все с собой лекарство с собой как мрач это в советское время то что такое покупать лекарство так инна дубровина хочу заказать так по секунду инна еще раз просто так не вышло это знаете как называется это как морковка когда впереди это ну поняли это морковка значит заманивать вот вы мне подпишите осмелись позвонить спасибо тысячи рублей но стандартный заказ минимум тысячи вот я надеюсь что найдется пять-шесть всех которым я эти пять-шесть тысяч рублей вышли долгатого ему каждый рубль должен вы понимаете что такое болеть и нет а да все все понимают свинин всем привет михаил ты один из самых благородных людей я прежде всего тебя имел ввиду когда говорил вот что вы представители к сожалению страшное слово применяю вымирающее племя homo sapiens благородный спасибо михаил сергей вяжли мне можно лак можно заказывайте семечки кусочки а лак это предложение как там предложение к морзилке так уяль константинович пишет семён какие подвои для черешни существуют а о слышал только вишни штабова и вишни антипки слива годится как подвои для черешни значит слива а где-то вы меня полно спрашивали конечно не годится вот слива и черешни это настолько разновидовое деревья что у них считайте ничего общего то и нету я по крайней мере не знаю неправедного гибрида а раз нет гибридов значит как подвои не годятся давайте так вишни антипка распространенное явление вот вы часто его слушаете во время рекламы читаете реклама реклама и человек даже может правду написать а мои то черешни антипки привиты антипки вишни мороз только с 30 градусов 35 не годится первая аномальная зима замерзает и антипка и череши все вместе не годится я случайно стал обладателем уникальнейшей вещи то есть вишни сибирской стабовой название самопроизвольное я сам придумал ко мне приезжали несколько раз ученые в том числе два корифея два корифея плюс курдюма ну курдюма может этого не знать так вот в сибири происхождение это вишни можно только догадаться 19 век солыпинские переселенцы ну или там начало 20 века может декабристы все такое горсть семени хосточек что такое кинуть в телегу когда едешь на восток кинуть в телегу замотать там мокрую тряпку какой-то рогушку несколько саженцев вот а сейчас мощные деревья красавцы никто к ним не подходит никаких опрыскиваний каких и при том что она загущена так это такое дикое от их естественное загущение страшно эти это ужас и на каждой ветке плоды и плоды и плоды и плоды невиданное количество что он это людям голову забросили научили меня на деревья калечить и выжили ведь вишню из европейской россии вы скажете у меня вишня есть у вас есть а что было 100 лет назад 50 лет назад где вы что натворили там ужас чаще вишня неправильно а как подвой именно себя у меня сейчас я показывал в фильмах я же летом показалось и не зимой я погнал коробку с черешнями и вот у меня там растет вы единственное что знаете проблема с опылением одна густо черешня на другой мало смотришь их три штуки растет брянского розового привитого на вишню а вишню то рядом ни одной нет и ходим мы с Ириной с этой с Ириной Васильевой с Ириной Санна и Савельевич ходим вокруг ну жменьку соберем две жменьки было помнишь Верия Санна и маму твою угощали вот так стыдно сказать вот три прекрасных дерева цветение все завязывается буквально чуть-чуть штуками считаем вот значит проблемы две по двое это только первая проблема значит черешня на вишню себе из кустамбова и выдержала все морозы вот у меня одна погибла и то я загубил это я рассказывал о том из последних фильмов это когда желтая черешня Боднера Боднера Борисович была у меня привита на вишню и она уже уже телевидение сняла и она у меня есть в фильме когда телевидение я снимал телевидение вот она желтая черешня мы ее горстями едим а потом черенки тик-тик-тик-тик-тик и все мертвое но это единственная неудача а итак у меня сейчас 9 деревьев каждой высотой 10 метров смотрю как птицы живут да мне не жалко особенно главное не выплевывают кустики а кустики падают вниз и у меня сейчас вот такая банка полная до сих пор черешню кустики вот так вот надо так вот еще раз вишня подводит от черешни я знаю только один антипка нету воростойкости европейская типка это так это несерьезно но и когда-то прочитал я мало чего поэтому принимают науки но прочитал что как неудивительно и почти убедился в этом но черешня вишня опаляет лучше чем вишня вишня черешня черешня опаляет хуже чем вишня черешня ну застряла в голове смотрю о чем не гадать то они меня растут и я вот пожалуйста ты отдельно растут 3 этих самые брянская розовая отдельно а рядом вишен нет и плоды стуками считаю а там где они хочется там этого добра полной и вишни полной они опаляют а кто кого пыли это четверо знает самое главное бери больше садигусе идем дальше кричите на закажу с удовольствием получите у меня еще же их таких 6 штучек одну себя оставлю так вот а остальные ну я не ожидал я должен ответный же сделал у него прислал он смертельно больной человек извините за выражение смертельно просто больной так тимур вы сказали что привычной ленты больше не будет которую продавали а чем пользуется в этом году запасы сергей железа молодец запасы на несколько лет вперед причем так все все говорить чего нет того нет вот давите на этого я не знаю как получилось вы продавали вместе так как какие красивые упаковки были прямо как будто с выставки такие вещи которые не стыдно было 500 рублей брать за упаковку сотни лет точек не стыдно было потому что это было так как он частного дыха на выставку вот этот антон валюч шафронов делать вот эти продавал не так уж дорого продавал эти самые наши привычные великолепно нож не конечно не зелень гену после него второе место из всех десятков что я за свою жизнь испытал второе место методных больше не закупать я закуплю а продать не смогу цены растут также получилось этим кто-то он или кто-то с его подачи есть такое слово гильотина начинка работает рано или поздно без пациента останешься это чтобы так вот рулончик вот так срезать этот особое искусство а потом специальная упаковка короче теперь еще и скажу и а и когда меня спрашивают это все таки учебные передачи когда меня спрашивают ну а что теперь делать ой что тогда делать вот там у меня лежит ладно чем подумаешь все это третий час только начался я сейчас принесу в ближний раз вас упредить это мне дарили присылали сейчас найду покажу чем не надо пользоваться а а а а а а а а Продолжение следует...